Так, мам пришла с вечера. Вино пей, рисуй красками. Абстракцию вам рисовала. Так, а что у тебя с душой? Ты в депрессии? Эмоции выражала. Ты кого-то ненавидишь. Как могла, так рисовала. Как ненавижу, ну вот желтый цвет, это хорошо. А, то есть это абстракция, видишь, как хочешь. Я не помню, как я рисовала. Вот так, наверное. Наверное, вот так вот. Ну, у меня было мало времени. Ну, вообще белый, это прикольно, желтый. Вот мне нравится желтый. Это акриловые краски. Прикольно, надо Борю позвать. Ну, прям красота. Но ты художник, ты можешь это... А слово худо, да? Ну, что сразу худо? Ты же этот, как его... А, мама, кстати, у нас музыкант. Музыкальную школу закончила. А там такой был творческий вечер. Там люди читали свои стихи. И у меня вообще такую атмосферу, знаешь, творческую. Совершенно... Поэтому ты ушла раньше всех? Ну, я вторая. А, подожди, я так встану. Вот. И все рисовали. Все так было красиво. Ну, вот у меня... Не, ну, слушай, это нормально. Во-первых, мне надо было уходить. Я не могла... Я быстренько засушила. Слушай, у тебя интересно с у тебя мазками таким. А, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Выпуклое. Вот. Ну, я вижу здесь такие кружочки. Это у меня так. Лабиринт. А-а-а! Загружают меня лабиринты. Ну, в общем, мне понравилось. Я сказала... Приду еще? Да. Зовите, приду еще. Так вообще рисовать приятно. Да. Медитация. Я так отвлеклась. Мне было полтора часа все времени. Потом. Ну, там они еще тусовались. Ну, в общем, интересно, интересно. Мне понравилось. Запирались сейчас. Дети у мамы ночевали в доме. Потому что мы вчера приехали в час ночи. Ну, около час ночи. Сейчас Глеб сшел. Домой посмотрите, у нас сугробы. Мне кажется, метров... Сантиметров сорок вчера выпал. И упал на лестницу. Ну, подскользнулся и упал. Упал на лестнице. И это... Ой, как это называется? Сейчас. Что здесь? Что-то не идут они. Ворот. Видите? Что-то фигово тоже работает. Из-за всех этих дел. Короче. Упал на лестницу, Глеб. Сейчас я. Минуточку. Так, Глеб. Упал на лестнице. Ой, нет. Вот так. И что-то, короче, уж ударил себе ногу сильно. Теперь надо в школу не пойдет. Ему что-то, честно. Ой, блин. Так. В общем, я тебя жду у магазина. Стою, жду. Когда это... Откроется. Получше со мной ждать. Ну, 25 минут. Так, давайте про вчерашний день. Блин, ну это было классно. Я сама не знаю, нафига мы в Питер так часто ездим. Ну, мне кажется, в принципе, это город, куда можно ездить постоянно. Вот, но... Ну, просто очень удобно. Комфортный, быстрый поезд. За 4 часа тебя дотаскивает, ну, до нового, до совершенно другого города. Такого красивого. Со своей атмосферой совершенно другой. Там много всего происходит. Там, не знаю, мне кажется, в Питер можно ездить просто вкусно поесть. Потому что там цены более бюджетные, чем в Москве. И... Ну, это очень приятно. И очень вкусно. Вот, очень вкусно. Вот. Мой топ рекоменд это корюшка. Не только. Но вот корюшка прямо сразу вылетает. Вот. Дальше. Ну, в корюшке мы не были вчера. Мы вчера были в двух ресторанах. Если вы... Потому что мне много часто спрашивают рекомендации по ресторанам. Вот. Давайте я вам расскажу. Вчера мы были в двух ресторанах. Первый был до Гастер-бар. Мы хотели зайти в этот... В Астер. Ресторан на завтрак. Потому что он считается таким... Ну, как бы интересным в этом плане. Туда люди едят на завтрак. Вот. Но... Там вообще был аншлаг. Я даже не подумала заранее заказать столик. Ну, у нас я отвечаю за их и поесть. Вот. И поэтому мы туда не смогли попасть. И там девочки на входе нам... Ну, которые уходили уже из ресторана. Вот говорят, сходите в этот... Там до Гастер-бар. Гастер-бар. Ну, он там же, в том же районе. И нам там очень понравилось. Вот. Прям вкусно вообще. Очень душевненько, миленько. Вот. А потом мы были... Ужинали мы в Авокадо Куин. Ну, Авокадо Куин, это, по-моему, Пинский. По-моему, это его ресторан. Он и в Москве тоже есть. Ну, такой, типа, сетевой. Там тоже вкусно. И все приятно. Вот. Дальше. Что еще хотела сказать. Вот. Поэтому, да. Очень удачненько мы съездили. Прям очень хорошо. Вот. Я просто очень уставшая. Мы вчера проснулись в 2.30. Потому что мы не могли... В 4 проснуться. И мы не могли уснуть. Что тут проснулись? Я так у нервозного, когда бывает состояние перед поездкой. Ну, короче говоря, мы в 2.30 проснулись. Час, наверное, еще мучились, так сказать. А потом поняли, что погода ахтунговая. И поехали. И поехали раньше. Мы выехали минут на 30-40 раньше. В итоге приехали на 20 минут позже. Уже за 10 минут до откуда поезда. То есть, просто все бегом-бегом. Вот. Мы не могли машину... Я, может быть, не помню, говорила вчерашним. Мы не могли вчера... Ну, то есть, мы решили оставить машину на этом. Доехали на метро. Оказалось, что первый поезд на метро не идет по расписанию в 5.30. Мы его ждали, по-моему, до без 20. А у нас еще 40 минут нам надо было ехать на метро. А в 6.50 у нас уходим там... Как бы через... Меньше, чем через час, через 50 минут должен был у нас уходить уже поезд. Короче, мы так иногда же понервничали. Вот. Но все равно очень приятно мы сюда ездим. И в Питерс ездим. Это прям какая-то бальзам на душу. Вот. Но я думаю, дело не в Питере. Я думаю... Ой, сори. Я думаю, дело, конечно, не в Питере. Не столько в Питере, сколько в компании. Так что вот так вот. В общем, сейчас я это самое, поеду, куплю воды. У нас вода, думаю, закончилась. А в этот на родни грязи кто-то пойдет. И холодно, и там нужно под горку идти. Очень скользко. Сейчас Глеб попал. Ну, ничего серьезного. Он, видать, ударился сильно мышцей такой вот на ноге верхней. Как-то они называются. Вот. Ну, я его позже повезу в школу. У него там сейчас физкультура, еще какие-то предметы. Он-то позже повезу в школу. Ой, я сияюсь. Вот. А, ну да, в 2.30 вчера проснулись, а в час где-то уснули сегодня. И уже сколько? В 7 уже я проснулась. Это у меня очень странное состояние. Ой, помимо воды куплю муж какую-то вкусную еду. Сейчас посмотрю рецептики. Побелоники и что-нибудь это, Побелоники или какое-то там все. И что-нибудь все вкусное приготовлю. У нас тут за окном все так же вьюга. Свечи, фрукты. Какая-то сейчас странная. Крисмас муд. Музыку я пока поставила на паузу. У меня тут идет еда готовиться. Сейчас расскажу, что. Значит, готовиться у меня здесь. Во-первых, я сделала суп-пюре из печеных томатов. Здесь маленькая порция, потому что будет есть только 3 человека. Здесь у меня фалафеля, рис для хлеба. Здесь я сделала рыбу. Я не смогла найти что-то рецепт, который когда-то я делала в Канаде. Но здесь у меня лимон и апельсины, всякая зелень, чеснок. У меня вот тут такой слоеный штук. И я ее запеку. Соль, конечно же. Кстати, надо посолить еще разочек. Соль, конечно же, я все это запеку в духовке. А, и еще сейчас делаю грибы с соусом. Соус вот у меня будет к рыбе. Я еще обдумываю, как накрыть стол. У меня вот на этой красивой лежит сыр. Хлебушек, икорка. Вот сюда такую ложечку сделала. И вот этот сыр, кажется, он называется какой-то монах. Черный монах или что-то такое. Обожаю его. Я ее решила в такую штучечку положить. Это Таня нам дарила. Если что-то у меня свечка вообще не горит, надо ее выключить и зажечь новую. Субтитры создавал DimaTorzok. Задаюсь вопросом. Почему я не готовлю такой дома? Все же просто. Скатываюсь до каких-то банальных блюд. Зелень намешал, что-то дома есть. И мешал даже брокколи. Так. Что-то с обновлением гардеробных вещей. Как это? Форма-то поизносилась. Как-то растут куда-то дети. Ну да, да. Медведики, товарищи медведики. Я сажусь за роль в состоянии, когда я просто засыпаю. Мы сейчас возвращались с Федей. Блин, как-то тут теперь чуть-чуть понятна в спирице. Да ладно, пищать! Мы сейчас были с ним. О, Господи. С утра у нас, посмотрите, солнце. Чуете, чуете, чуете? Солнышко. Поехали. Господи, кто тут такие. Короче, мы с утра поехали с ним, отвезли детей в школу. Мы до сих пор не можем выспаться после выходных. Представляете, вот до сих пор все время хочется спать. Таких, такого нельзя делать в воскресенье, если вам в понедельник у вас дела, дети, или что-то такое. Нужно только в субботу ехать. Мне еще носок слез, кошмар. Короче, дело к ночь. Вообще, зимой ношу гольф. Такие высокие-высокие. Носки не ношу, потому что поддувают. Вот. Ой, поехали, поехали, поехали. Опачка. Вау. Тут у меня тут система сработала, е-мое. Какие-то блокировочные, антиблокировочные. Короче, товарищи, я не закончу свою мысль. Мы поехали в зал. Я позанималась с тренером. Ну, как-то так немножко расходилось. Потом мы поехали в торговый центр. Там была встреча, у Фили была встреча там с представителями одними банка. Мы купили парковочное место в комплекте, где у нас квартира. Вот. Решали полгода покупать. То есть я знаю, что парковка – это очень выгодное вложение вроде бы. Вот. Но Федя говорит, ну, нафига это надо? Будем снимать. А я, знаете, я всегда по горло съемом чего угодно. Вот реально, просто вот здесь у меня весь этот съем. Я говорю, нам нужна своя парковка. Оказалось, что там очень мало парковочных мест. То есть квартир… В принципе, комплекс маленький, но квартир все равно больше, чем парковки. То есть вообще на наш корпус 20 мест всего. Я говорю, Федя, мы ничего там не снимем. Давай купим парковку. То есть, короче, мы ее купили. Ну и, короче, надо было встретиться с представителем банка. Они ваши там счеты открывают, они еще один. И у меня разболелась голова. Нам столько… Мы только вошли в этот мол. Все, у меня разболелась голова. Кофе не помогло, ничего не помогло. А дальше… Мы ездили… Потом остались уже в моле, стали покупать сувениры. Ну, подарки к новому могут. Давай-давай-давай. Плюс мы в выходные идем на день рождения к Тане. Вот к этой моей подружке теперь уже будет вам достаточно известный из моего влога, с кем мы ездили в Фитя несколько раз уже. Вот, потому что я с ней общаюсь так много очень. В принципе, это моя такая… Одна из основных подружек здесь. Вот. И я всегда, скажу, все время на связи. Вот, значит, у нее день рождения. Мы покупали подарки. Ей там… Мне на Новый год перепал подарочек. Вот. Выпрямитель Борг. Вот. Очень мне его хотелось. Я хотела вообще в Дайсон в том году. Но меня, знаете, что смутило? Я даже помню, когда смотрела обзоры на выпрямитель для волос в Дайсон, я думала, блин, думаю, вот Борг бы сделает гораздо более красивый бы дизайн. Это же Борг, они любят это вот белое, стальное, золотое. Нет, вот белое, золото вообще суперсочетание для меня. Ну и потом, короче, я в итоге его не купила. Я не помню, почему. То ли его в наличии не было, то ли я чуть-чуть… Ну, я не помню. Короче говоря, в итоге я так не купила в том году на Новый год. А в этом году захожу, я думаю, вот же. А, и потом я узнала, что, значит, они выпустили свой этот выпрямитель, который вот уже такой красивый, белый. В общем, реально, как-то я себе представляла свою идеальную красивую вещь. Вот именно с точки зрения эстетики. Но там, правда, и функции очень крутые. Такого нет нигде. И, по-моему, это самый мощный выпрямитель. Но я, конечно, буду закручивать волосы. Вот. И, короче говоря, я прям была страшно рада, что он появился. И тут мы что-то заходили, выбирали ей подарок. И я думаю, о! О! Мне тоже надо. Вот. А сейчас я еду. И, короче, вот мы приехали. У нас у нас все впритык. Мы приехали домой. Он почти быстро вышел. И я поехала к косметологу. У меня через 18 минут какой-то уход для лица. Не знаю, на что-то я там записалась. Вот мне так понравилось в тот раз, как я сходила. А потом... Я не должна... Чего я перестала ходить? Я вообще планировала сделать себе такую прям серию уходов. Ну, короче, я к ней уже, по-моему, месяца два на ней не ходила. Вот. А сейчас приходила там на эпилепс. Тогда я думаю, блин. Ничего, правда, я не хочу. Учего пошла. Поэтому я сегодня не накрашена ни разу. Вот. С больной головой очень болит. Голова у меня что-то. И это. В общем, еду. А потом нам нужно ехать быстро в школу. После этого. Не знаю, буду я забирать Федю? Не буду. Потому что мы будем поздравить у них сегодня там спектакль. Вот. Дети ставят. И Боря вчера был на каком-то другом спектакле. Или я не помню. Или он был на какой-то репетиции. Ему так понравилось. Он говорит, так красиво. Говорит, прям как в театре. Прям где так. Ну, классно так сделано. И я... И после у них будет сейчас спектакль. В четыре часа это все дело закончится. И у них будет... Ну, мы будем поздравлять учителей. Вот. Родителей. И, в общем, я, может, наконец, познакомлюсь со всеми. Я знаю родителей из Бориного класса. Правда, даже визуально я их знаю. Ну, не всех. Основных, знаете, всегда есть родители, про которые ты не знаешь, ничего и не слышишь. Потому что, ну, их вообще особо не слышно, не видно. Не знаю, занятые или какие-то очень скрытные. А есть родители, которые всегда на виду. Вот я обычно из таких, если честно. Вот. А в Глебином классе в Феде все время ходят. Потому что они все делают все время одновременно. Я же могу не разорваться с ними. И поэтому я из их класса знаю, по-моему, только одну маму. Ну, одну прям вообще могу ее узнать. У меня вообще очень плохая еще, к тому же, и память на лице. Прям вообще капец какая плохая. Даже не представляете. Вот. И... Как это там? Одну прям я запомнила женщину. Маму одну. У меня Борис с ее сыном дружит. Вот. И другую я с ней общалась. Я ее бы не узнала. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не помню, как она выглядит. Поэтому вот так вот. Вот. А еще мы сегодня тоже заезжали. Покупали. Детям форму обновляли к школе. Конечно, блин, там пробка. Черт. Конечно, вот эта вот тема с формой, что ты ее должен покупать сам. Но меня прям, короче, бестит, я вам честно скажу. Я считаю, что платные школы должны выдавать форму сами. Вот вкладываться в нее и выдавать ее. Я не понимаю, почему за эти деньги я не могу получить пару штанов от школы. Вот. Это прям у меня самое большое недовольство. Единственное. Ну, в принципе, единственное. Да, серьезное. Дальше по мелочи так уж придирать, чтобы уж было. Ну, короче говоря. И мы вот обновляли немножко форму. Вот. Борьки я про маутфиты купила. Ну, в общем, если я не забуду, приеду домой уже, пробовать темно. Когда, знаете, уже темно, уже вот сейчас хороший свет, можно все показать. А когда темно, что-то так уже не хочется, ничего. Ой. Так, я прервалась. Мне из магазин звонили. Форму. Ну, форму детскую покупали. И я хотела Боре купить рубашку одну. Я ему, короче, купила прямо аутфит такой. Я вообще люблю именно вот Борю одевать аутфитом. Потому что у него такая вот фигура вот эта вот вытянутая такая. И вот как-то, мне кажется, ее надо как-то вот запаковывать. Потому что, допустим, Глеба, ему все хорошо. Он как этот, знаете. Вот. И поэтому я ему вот особо не думаю. Плюс Глеб. Ну, он, конечно, вообще все равно, что на нем надето. Я не знаю, как это. Ну, то есть это явно что-то врожденное. Мать его не такая. Вот. В принципе, папе тоже там особо он не парится. Но папа, мне кажется, аккуратно всегда выглядит. Глеб – это просто беда в этом плане. Вот. А Боря, он как-то, он может быть уже в силу возраста. Ему как-то вот это становится, ну, я не знаю, что важно. Но он избирателен в том, что он одевает. И вот ему я прям купила аутфит, такие же брюки. Футболку белую купила, такую плотную обновила тоже ему, по-моему. А, у него даже, по-моему, мы не покупали эти футболки. Вот. И такую, как джинсовую, что ли. Но она не джинсовая, или как это называется, вельвет, что ли. Нет, это неправильно. Какой-то материал другой, как-то он называется. Темно-синюю, такую плотную рубашку сверху одевать. Это у нас есть вот Танькин муж, Женя, кто знает, кто смотрит мою сестру в YouTube. Кстати, она стала снимать видео, товарищи, если кто все мне пишет, что там, кто мне там все пишет, что Таньку ждут. Она стала снимать видео Татьяны Ворониной, английскими буквами найдете. В общем, у нее там прям, она круто снимает видео. Мне вот прям вот с эстетической точки зрения очень нравится ее. Ну, мне вообще ее не нравится, но и снято, мне кажется, они очень круто. Вот что значит человек искусства. Вот. Мне просто лень даже так снимать. Вот я включила, поехала, вот так между делом. А она, мне кажется, прям заморачивается. Это круто. Ну, так вот, у нее муж тоже высокий, такой худой. Вот. И я Борю все время говорю, смотри, как одевается Женя. У него вот тип фигуры, очень похож на твои. Я говорю, вот. А у Жени вот любит эту вот рубашку, футболку и джинсы. Вот. Боря, у меня, конечно, дети мне не приучат носить джинсы. Да. Не знаю. Вот штаны бы спортивные и все. Вот. Ну, в общем, как-то так. Да, я к чему все это вам рассказывать? Я ерунду. Ну, глава у меня болит вообще, что-то другое хотел сказать. Короче, я к тому, что дети быстро растут. Я купила, мы купили им форму. Ну, когда там в июле. Ну, хотя, да, полгода уже прошло. Да, наверное, уже время вырасти, да. Ну, короче. Я что, думала, купила эту форму и все. На год забыла. А тут, ага, сейчас, как говорится. Так, ну ты тормозить-то там будешь? Мне сегодня, кстати, Танька моя рассказывала. Она вчера въехала в машину. Потому что вчера у нас был адовый день. Вчера был что, в понедельник в Москве. Еще был коллапс. В воскресенье был коллапс. У нас тут за городом тоже. И она говорит, я торможу. Торможу, но стоит машина на светофоре на красном свете. Она говорит, я начинаю тормозить, а машина у меня нет. Потому что у нее очень крутая тачка у Таньки. И что? Она говорит, мне даже АБС не сработала. Вообще ничего не сработало. Просто говорит, я как на льду проскользила в эту тачку. Прямо, короче. Взад въехала. Ну, там не очень сильно. Ну, там машина, понимаете, пострадала. Ее-то, конечно, не очень. Но в целом, она говорит, я даже не ожидала. То есть я была в шоке, что она вообще у меня не тормозит. А я, блин, здесь не припарковаться. Да что же вы за люди такие, а? Изверги. Еще нигде не встану. Позанимали везде места. Ой, голова у меня болит. Так что да. Вчера у меня, не знаю вам какие. Что я вам сегодня покажу? Ой-ой-ой. Так, конечно, не делаю. Ехать-то будем, товарищи? Что там? Какая обстановка? Так, товарищи, бабульки, ну давайте, расходитесь. Короче, дни у меня сейчас не самые интересные. Мамка тоже моя где-то все время путешествует. Нас тоже дома. Ну, короче, мы как-то что-то каким-то скучными делами занимаемся. Вчера у нас были Федина родители в гостях. Потом мои тоже пришли к нам. Мы так это пошумели-посидели. Вот. И, ну я не знаю, я, кажется, ничего не снимала. Я к чему? Что у меня какие-то, в плане, мне кажется, влогов не такие сейчас интересные дни. Хотя выходные у нас опять будут ударные. Ой. Ух. Как меня тут заносят везде. Не нормально. Блин, я что, и здесь не встану? У меня уже время полно. Мне никогда тут ерунду заниматься. Ого, здесь я тебя попал. Ё-моё. Слушайте, ну это реально у нас коллапс. Я, конечно, не знаю. Мы вроде бы живем в зимней, как это? В зимней, да, как это называется? В зимней стране. Но у нас каждый раз снег, и все удивлены. Ну, на самом деле, хочу сказать, мне кажется, так в каждой стране зимняя. Потому что в Канаде, когда мы жили, если это помнить, я расскажу. Там так же. Тебя за месяц предупреждают, что будет какой-нибудь сильный шторм снежный. Но когда он происходит, все в шоке, как будто никто не ожидал. И чистят там тоже, по-моему, фигово. Так, ладно, все. Я погнала, товарищи. Чао. Не пройти ненормально. Я, вообще, в этих ботинках не предназначена для такого хождения. А, ай, снег, снег. Ух. Ох, мой любимый мультик. Так, ну я все сделала. Мне делали такую интересную маску. О, отлично, отлично, отлично. С ламинарией, что ли? Или с чем-то таким. Типа на тебя, короче, накладывают. Она сначала просто леденющая, а потом прям, ну, тепленькая становится. Маску, короче, как будто бы слепок делают. Она потом на тебе застывает. И полностью и глаза, и рот все тебе покрывают. Как-то это называется, я, естественно, не помню. Мне так понравилось. Ну, вам вообще нифига не видно. У меня здесь и солнце слепит, и вообще. У меня кожа прям идеальная. Мне так понравилось, что я записалась на следующий тюрьм опять на эту шпру. Процедуру. Ну и так, в общем, она говорит, что там какие-то, в общем, прям очень хорошо. У меня кожа реагирует на косметику. Короче, мне прям нравится. Мне прям нравится, что кожа у меня реагирует классно. Может быть, правда, пора уже заниматься своим лицом? Потому что я, ну, я, ну, я, то есть, кроме домашнего ухода никогда ничего не делала. Не, ну, я еще делала массаж лица как-то один раз. Но мне не зашла эта тема. Не знаю, почему. Ну, точнее как, нет. Мне очень нравилось. Мне не зашла, не зашло масло. Я, может быть, рассказываю. Это было в Черногории. Масло, которым делали, оно мне забило все поры. У меня пошли такие, знаете, как прыщи в лдыри. У меня таких вообще 300 лет. Ну, не знаю. По-моему, даже переходного возраста не было. Вот. Ну, вот именно эта реакция, наверное, на масло. А сам массаж, конечно, был очень круто. Мне очень понравилось. Но, короче, ничего не делала. И мне кажется, может быть, поэтому у меня так кожа все изглатывает. Просто, понимаешь, проглатывает весь уход. Что, может быть, ей действительно это нужно. Вот. В общем, сделаю чистку на следующей неделе. Если перед Новым годом буду краю сутки, краю сутки, краю сутки. Хорошее настроение. Глава наша, кстати, у меня прошла глава от всех этих процедур. Короче, девочки, за собой надо ухаживать. В принципе, я вот, если честно вам скажу. Я вот лежала. Конечно, это страшно приятно, когда тебе это делает другой человек. Вот правда. Это вообще кайф. Ну, там ничего такого не делают, что нельзя делать дома. Просто я очень ленивая. Мне надо даже лень крем на себя нанести. Я себя, конечно, заставляю это делать. И, в принципе, с годами я себя приучила это делать. Вот. Но даже иногда мне реально бывает просто лень. А тут пришел за тобой поухаживать. Поэтому надо хотя бы дома что-то делать. Ну, хотя бы дома. Масочки какие-нибудь еще чуть-чуть. Поэтому, девочки, это обязательно. Обязательно. В нашем возрасте, если вы... А я знаю по статистике, что у меня в основном смотрят люди пример. Ну, плюс-минус, там плюс-минус 5-7 лет моего возраста. Мне 36, почти 37. Будет через, там, не знаю, 3 недели 37 уже. Вот. Ну, как бы к срока уже. Надо что-то делать, девочки. Надо, надо. Хочу рассказать вам про салат, который мы сегодня будем ужинать. Здесь я сегодня, похоже, ела в ресторане. Мне очень понравилось. Значит, здесь рукла. Просто какой-то там салат. Авокадо. Это огурец, помидор, ростки. Здесь у меня фасоль. Сейчас я не знаю, видно ее. А вот она. Фасоль. Горошек. Еще можно добавить и домами. И здесь у меня где-то там кальмар. Вон он. Вот. Все это я заправила соль, перец и песто. Просто развела с маслом и немножко воды. И все. Бомбический салат. Ешьте на здоровье.